После принятого на днях в Казахстане кодекса журналистов фонд ЮНЕСКО презентовал международный свод правил по защите прав детей. Это пособие о том, как не навредить маленьким гражданам вариант этического документа для журналистов. В нем прописаны правила освещения вопросов детства. О потоке информации и детях по ту и эту сторону телеэкрана Айда Мурзанова. Вот некоторые темы ближайшего выпуска новостей. У Нургуль Талгат четверо детей. За всеми нужен глаз да глаз. Нургуль не знает, как оградить их от жестокости и насилия в телевизоре. Хорошо, если она рядом с детьми. В новостях, например, рассказывают, там ребенка украли, тут убили. Я такое им вообще не показываю, потому что это вредит детской психике. Они боятся, ночью от испуга просыпаются. Вот моя дочь смотрит фильм про невестку. Ей интересно, когда там плачут. Говорит, мама, смотри, там ее заперли. Я ей объясняю, если ты будешь послушной и хорошей, тебя не запрут. Журналисты в погоне за рейтингами раздувают частную жизнь до шокирующих общества подробностей, считает чиновник Айдарий Сенбеков. Мне кажется, что журналисту, специализирующемуся на теме защиты детей, нужно, прежде всего, уйти от стереотипов. Например, ряд публикаций СМИ о жестокости приемных родителей уже сформировали негативное восприятие приемного родительства в обществе. Получается, создан миф о плохих приемных родителях, и данный миф уже работает. Некоторые психологи говорят, информация нужна, и нельзя ставить забор между ними и правдой жизни. Многие знают историю про Будду. Его растили во дворце. До 18 лет холили и лелеяли. Он не знал, что такое голод и холод. А после 18 лет он вышел на улицу и ужаснулся. Он впервые увидел коллег, нищих и больных. Видите, как его к реальным жизни не готовили? Вот тогда он решил помогать таким людям и стал богом. Но наши-то дети не будут богами. Поэтому нужно их учить с малых лет тому, что такое хорошо и что такое плохо. Без этого никак. Роза Клбекова не один год занимала защитой прав детей. В ее практике было много самых разных непростых случаев. Все должно решаться в интересах ребенка. Именно согласно третьей статьи Конвенции о правах ребенка, все должно, все, все государственные органы любого уровня, негосударственные органы, абсолютно все должны решать и исходить из интересов ребенка. Сначала интересы ребенка, права ребенка, а потом все остальное. Даже если ребенок оступился. Способна ли Нургуль оградить своих детей от негативной информации, она и сама толком не знает. Ведь единого рецепта или мнения на этот счет нет. Есть только пожелания.